Чакры Набьева Оста. Помнишь? Да, он написан. Соответственно, кроме самих чакр, есть ещё некоторые энергоканалы и энергетические центры, а также каналы, связывающие их, которые не разбираются в основном в строении чакр, но которые отличаются по половой принадлежности. Итак, первое, что мы запишем, называется таким путём. Ай-ю, тире с большой буквы. Анг, с твёрдым знаком. С большой буквы, но без тире. Корма, тире с большой буквы. Сире с большой буквы НАЛА. Основной энергоканал, связывающий ядро планеты и ост мужчины. У людей, как правило, входит в крайний чакру. Корма, связывающий ядро планеты, да? Да. С чем? А с остом? Да, с остом человека. В данном случае, человека мужского пола исключительно. И у людей, как правило, входит в коренную чакру. В какой чакре она относится? Коренная чакра – это та, которая в ногах. А, самая нижняя, короче, это чакра. Та чакра, которая в ступнях находится. Ну, в форме чата? Нет, та находится дальше где-то. Та отвечает вообще, как бы, это первая чакра, которая появляется у искры. В ведах описывается, что по отношению к человеку она глубоко-глубоко внизу. А, сейчас. Ну, либо коренская чакра? Нет, коренная чакра. А, коренная чакра. Нет. Коренная чакра, значит. Смотри. Среди тех, которые ты записывал, идет первое, если сверху вниз, сунна чакра. Дальше, поколинь чакра. Дальше, квитчата чакра. Дальше, коране чакра. Далее, дельнятоща чакра. Далее, креста чакра. То есть, мы просто ее не записывали, потому что она относится к великим чакрам человека. А, мы здесь не записываем. А это мелкие, редуцированные. Она находится, она как такой энергетический огромный шар. И находится под ногами, под стопами человека. Условно говоря, можно представить человека, стоящего на ней. И вот этот изгиб в ступне, у которых он есть, а когда его нет, это плоскостопие. Это как раз изгиб, когда человек на ней стоит. Плоскостопие в данном контексте может означать, что у человека эта чакра очень сильно недоразвита. Далее, первые три составляющие предыдущего названия. Перепиши. Айю анг корма. Помнишь, ты записывала только что название канала? Сейчас будем записывать название канала, который такой же самый, только у женщин. Они отличаются, в принципе, по характеристикам. И первая часть названия схожа. Айю анг корма. Далее идет название вахрима. И далее концовка такая же. Айю это жизненная сила. И одновременно изначальное имя Бога жизненной силы. Анг корма не совсем понятно, что означает. Следующая составляющая тоже тяжело понимаемая. Нала во значении трубка или что-то пропускающее. То есть, тоже понятно. Вот это айю анг корма вахрима нала. Это основной энергетический канал, связывающий ядро планеты и ост женщины. Так же само входит он в каране чакру. В ведах описывается, что они разные и по цветам, и по характеристикам, и по тем составляющим материи, из которых они построены. То есть, в принципе, даже если у человека есть тонкое видение, то просто видя этот канал, он может определить, на следующем этаже живет мужчина или женщина. А также, соответственно, здоровье того, кто живет на следующем этаже. Насколько этот канал здоровый, насколько он большой, насколько много через него проходит энергии и так дальше. Далее, пентара. Пять энергосфер, находящихся над головой и на уровне рук и ног у мужчины. Если их так представить, то они образуют некую пентаграмму. А где именно они находятся? Ну, получается, если представить человека, стоящего и распростершего руки в разные стороны, чуть-чуть ноги еще раздвинувшего тоже, то получается, что на равной степени удаления друг от друга. Где на конце рук? Да. Ну, получается, как пентаграмма. И над головой. Да. А над головой сколько? Тоже такой же, равная степень удаления от спуха, получается? Ну, да, то есть, как ровная пентаграмма получается. Поэтому они и называются пьянтары, то есть, как пятерня. Пьянте – это пять по-древнеславянски. Это и у мужчины. Это только у мужчины. У женщины другая штука. Называется дачьянтара. То есть, как дестерня. Как она называется у женщины? Дачьянтара. Даж? Щ. Дажч. Мягкий знак? Да. Янтара? Да. Угу. То есть, тоже это от идеи десять. Дэщент или дачьянт – это десять по-древнеславянски, древнеарийски. Дашчент. Ну, да. То есть, даже если взять Велесову книгу или Рамайану, то там, допустим, в Рамайане отца Всевышнего называли Дашарадх, то есть, тот, кто победил десять воинов. От слова Дашадх, то есть, и Радх, то есть, воин. Итак, это пять энергосфер, каждая из которых состоит из двух полусфер. Соответственно, тоже находятся на уровне над головой, в равной степени удаления от рук и ног, и тоже образуют подобие пентаграммы. Полусферы – это как… То есть… Ну, как сфера, разделённая пополам. И они рядом друг с другом. Ну, да. И получается, как сферы, в принципе. То есть… То есть, сферы, разделённые пополам. Да, да. Но интересно другое. Интересно, что при родах один набор отходит ребёнку, другой остаётся у матери. То есть, они делятся пополам. В Одессе, когда меня спрашивали одни славянки о том, а как, допустим, если рождается не один ребёнок, а два, три и так дальше, что тогда кому отходит и так дальше. Я не нашёл ответ на этот вопрос, так как в тексте не было, и начал искать. В другом тексте нашёл, оказывается, если рождается больше одного ребёнка, то получается, что набор вот этих полусфер, он в равной степени прикрепляется ко всем родившимся детям и постепенно тоже делится. У девочек, то есть делится? Нет, допустим, если три ребёнка, то сначала набор полусфер в равной степени связанный со всеми тремя, и постепенно эти полусферы становятся сферами, или если там девочки, то тоже в дальнейшем готовятся разделиться. А потом каждому из родившихся детей, как бы из них выделяется отдельный набор. То есть эти сферы в равной степени связываются со всеми родившимися детями в равной степени, да. То есть если один ребёнок, то они сразу делятся, если несколько, то и у матери, и у детей, все эти полусферы связаны между ними. Отделяется половина от матери, и вот эта половина отделившаяся в равной степени сначала связана со всеми родившимися, а потом делится там на две, на три части. Интересно, а как же она тогда физически находится? Оно сразу ещё не полностью подключается, получается, то есть это энергетические составляющие, которые в принципе могут и отдаляться от человека. Даже есть описание, что их можно использовать как дополнительные органы действия. То есть получается, что они, условно говоря, где-то там летают сами по себе? Не летают, а двигаются, да. А за какое время они делятся? Описываются в зависимости от качества. То есть при нормальной ситуации не больше месяца, но это месяц имеется в виду славянский, то есть 40 дней. При осложнениях там могут вообще как-то неправильно поделиться. Между детьми, в смысле? Да, или вообще где-то там, допустим, одна может потеряться, допустим. Если сложные генетические осложнения, говорится, что тогда дальше этот человек не выживет. Так, время восстановления у женщин второго набора полусфер составляет от 3 до 9 месяцев и более. То есть этих половинок? Да. Получается, половины своих сфер она отдала. И, соответственно, за 3-9- более, если есть осложнения, у нее они заново восстанавливаются. И получается... 3-9 месяцев? Да. Славянских тоже? Ну да. То есть по 40 дней. А если дольше, то значит осложнения? Да. И указывается, что во время калиюги у женщины только 1-2 раза смогут восстановить второй набор полусфер. А как же, если 9 детей у нее надо родить? Это как правило, то есть. Что значит как правило? Как правило, настолько будут женщины деградированные, сказано в ветах, что только 1-2 раза смогут восстановить свой второй набор полусферы. Это значит, что они только 1-2 раза смогут родить, в принципе. Ну или, допустим, дальше чего-то смогут, но потом непонятно, что получится с их ним потомством. Но все равно говорится, что у благочестивых, вот те, кто будут жить по ведическим канонам, оно все будет восстанавливаться. Ведь, допустим, на все эти энергетические составляющие влияет очень сильно современная цивилизация. Поэтому там, если на ядерном реакторе сидеть, то они все подпадают, эти энергосферы. То есть получается, что и у мужчины это не сферы, а тоже энергосферы, но у мужчины целые. Да, но они полностью эти сферы, они не делятся. А у женщины те же самые сферы, только делятся? Да. В крайнем случае, единственный способ, когда энергосферы у мужчины могут делиться, это когда он принимает ученика и передает именно свой род, как бы свою родовую информацию ему. Это в редких каких-то случаях. Это, получается, как между нами говорят тебе, вот учитель твоей переборки? Ну, там поинтереснее чуть-чуть было. Поэтому. Так. Дальше. Как это по-современному записать? Ну, ладно. А как это? Бржж... Бржвлеша. В скобках. Волоски берегинь. Так, еще раз, пожалуйста. Название, если с серпом, то получается бржвлеша. В скобках волоски берегинь. Бржжвлеша. Угу. Волоски берегинь. Волоски или энергоотростки от тонких тел женщины, через которые к ней подсоединяются берегиньи. Это, значит, тонкоматериальные как бы. Да. Тонкоматериальные волоски. Или энергоканалы. Описывается, что они могут быть от толщины волоса до толщины пальца. До толщины пальца, через которые... Через которые к женщине подключаются берегиньи. Ну, берегинь, ты же знаешь, это тонкоматериальные сущности, которые помогают женщине изучать, выносить, родить, воспитать и оберегать своих детей. Угу. Ну, также они и подсказывают, как там хозяйственной быть и все такое, то есть... Угу. А в духовном развитии они как-то помогают? Да никак не помогают, но и не вредят, просто... А, это просто прикладные такие функциональные. А это берегиньи, это что, это тонкоматериальные сущности, да, что? Ну, есть богиня берегиня высшая, есть, допустим, у нее четыре дочки берегиньи, а от них, в принципе, происходят эти мелкие тонкоматериальные сущности. Угу. То есть они, как бы, благочестивые сущности. Да. И описывается, что, допустим, свои берегини есть даже у животных. Угу. И они отличаются человеческие от животных и от божественных. Ну, это к тем же берегиням относятся они? Ну, да. В смысле? Они относятся, происходят от берегинь высших, но, допустим, божественные берегини, которые там богиням помогают, они одного уровня, человеческие другого, демонические третьего, и животное четвертого. Понятно. То есть там у них свои отличия. Понятно. У мужчины нет этих волосков? Нет. А где эти волоски находятся конкретно? Ну, описывается, что в разных местах женского тела, то есть. И тоже там есть описание, что, допустим, если... Идет описание уже с другой оперы, это как выбрать жену там, допустим. Описывается, что надо посмотреть, и если у нее там этих волосков меньше четырех, то значит, что она будет плохой хозяйкой, может быть проблемы при вынашивании, при зачатии, может не сможет вскармливать молоком и так дальше. А где их? На тонком материальном плане надо смотреть? Да. А где они находятся-то? Они могут у нее в разных местах находиться. На каком-то из тел, то есть они? Находятся на основном тонком теле энергетическом. Где чакра? которая подключается непосредственно к биологическому. И там же чакра находится? Да, да. Но чакры они как бы все тело пронизывают. И как их даже вспомогательные органы, определенные железы, можно на биологическом плане проследить. В крайнем случае. Но эти штуки, они могут быть и на голове у женщин, они могут быть там, не знаю, на спине, на лице, на ногах, на руках, где угодно в принципе. Там, где берегиням удобней подключиться, там они и есть. Как бы советуется, чтобы было хотя бы 16. Ну, как бы, такие есть в ведах наставления. Это значит, 16 берегиней может посидеться? Да. Я не особо многих женщин изучал на наличии этих каналов. Ну, допустим, когда со слабления в Одессе домой добирался, то, как бы, тонкое зрение, оно открыто постоянно получается. И вот, допустим, по городу, если идти, то там, ну, допустим, 6 самое больше, там, ну, 8 один раз увидел пожилую уже женщину такую, у неё 8 увидел этих штук. И берегиней были там? Или там не было? Да, было видно, что что-то такое. Ну, то есть, там это не как крылатые какие-то маленькие штучки, а просто как сгусток, шар энергии такой. Вот как на фото, знаешь, бывает она там. Вот если как бы так расфокусированно посмотреть, то и там вот такие пятна. То есть, отроски на нём такая... У неё они к спине крепились. Ну, понятно. А из твоих благочестивых славянок, которые на слаблении были, ты... Ну, я воздержусь, так сказать, от комментариев. Понятно. Ну, вообще, их развиваются дополнительные воски. Ну, некоторые развивают, то есть. Можно идти в воски? Можно, конечно же. Ну, а деревенские женщины, у них, по идее, больше, да? Должно идти в воски? Да, у деревенских там намного больше. Это явно видно. В принципе? У деревенских, допустим, в своём стиле там я замечал 12, там 14. Ну, тоже вот, что меня настораживает, что получается, самое большое количество я замечал только у пожилых женщин. Получается, с одной стороны, возможно, в действительности с возрастом они это нарабатывали. Возможно, здесь ничего страшного. А возможно, просто у новых поколений сейчас какая-то с этим проблема. А может быть, и то, и другое в каком-то соотношении. Понятно. Ну, то есть, ты соизмерял это с генетикой, с общим видом человека. Видно же по человеку, он выродок там какой-то, или он среднестатистический, или он, наоборот, как бы там... Ну, оно видно, но это надо детальнее. То есть, во-первых, это надо вдвоём ещё с каким-то человеком, который тоже будет видеть это всё дело, ходить. Потому что вдруг я чего-то не замечу там. Во-вторых, это надо того же, кого мы изучаем, допустим, хотя бы сфотографировать, чтобы потом сличать там показатели размеров частей лица и так дальше. Ну и вообще пропорции целых. Не, ну я имею в виду это, вот как это, к общему вырождению это, наверное, имеет отношение? Ну, допустим, там каких-то двухголовых, там, не знаю, ещё каких-то мутантов я не видел в своём селе. Не, это понятно. А так, ну что, алкоголь они все заливаются. Селяне намного хуже, чем горожане. Они считают, что у них безвыходность, они считают, что там вот, допустим, в городе есть жизнь, что в городе хорошо, а вот они, вот такие бедные и несчастные, родились селянами. Поэтому, так сказать, ну что ж, покопаться в земле, запиться и свалиться спать. Вот это, поэтому, допустим, если взять мой район, там как идёт, районный центр, районный центр, в нём нету прохода электрички. В деревне. Ну да, то есть, деревне, то есть, где моё село находится? Я говорю, за район сейчас весь, в котором село находится. Ну да, да, да. Там нет в районном центре электрички, зато там есть трасса, там есть некоторые другие как бы факты, по которым районный центр, во-первых, является районным центром и ещё функционирует. Дальше, моё село, там проходит железная дорога, то есть тоже понятно, что жить можно. А рядом между ними два села находятся, находились вернее. Между районным центром и вашим селом? Да. Эти два села не имели железной дороги, трасса от них была далеко, они практически вымерли. Это вот при мне, так сказать, практически. Там дома как после войны практически выглядят. То есть я даже потом, когда туда поеду, очевидно, это засниму немного и на страницу, где будет видео, туда добавлю, чтобы это было явно видно. Ну что же, идём дальше с всеми этими энергетическими кишками. Дан-дар-дха. Дан с большой, дар с большой, дха с большой. Дан-дар-дха. Дар-дха с большой тоже? Дха с большой. В общем, все д в слове большие. Угу. После Р твёрдый знак, желательно. Ну, как бы не обязательно, наверное. Что-то мужская штуковина рижанская. Мужская штуковина. Энергоканал, находящийся на расстоянии ладони назад от оста мужчины. Ладонь ширине или длине? Длине. А шириной с кольцо большого и указательного пальца. Дву дандартха. Ладони за остом мужчины, да? Назад от оста мужчины, да. Диаметром такого, что ли? Шириной с кольцо большого и указательного пальца. Далее женская штуковина. А что она делает в дандартха? Ну, это подключается там тоже. Мы сейчас разберём ещё это чуть дальше, чуть ниже. Дву дандартха. То же слово, где все д большие. Два энергоканала, находящиеся на расстоянии ладони назад от оста женщины. А они друг за другом или рядом? Рядом. То есть, если представить исходящую, стоящую назад ладонь в таком вот положении. Допустим, ост, ладонь. То они с двух сторон. Угу. Каждой шириной с пол кольца большого и указательного пальца. То есть, половина. Диаметр. А что значит шириной? Это диаметр гораздо меньше. То есть, диаметр. Да, да. У мужчины один толстый, у женщины два тонка. Да. Ещё, вот это все меры пальцев, это здесь идёт по человеку. Угу. Это не так, что там палец равняется там два сантиметра или двадцать сантиметров. Это конкретно по каждому человеку. Вот как у него эти, то есть, расстояния на теле соотносятся, так и его тонкоматериальное расстояние соотносятся. Дандартхи идут с высших мерностей и спускаются до нижней чакры из тех, в которых прибывает искра конкретно взятого существа. И спускаются до нижней чакры? До нижней чакры из тех. А из каких тех? Сейчас это разберем. А, нижней чакры из тех чакр? Из тех чакр, в которых прибывает искра конкретно взятого существа. То есть, понятно, допустим, что мы можем находиться в своей верхней чакре, а можем в нижней. Так же ж? Ну да. Ну, допустим, у нас есть три круга чакр. Правие? Нет, я имею в виду, именно заявье чакры вот эти, которые находятся в туловище человека и голове человека. У нас получается один, два, три – первый круг чакр. Один, два, три – второй круг чакр. Один, два, три – третий круг чакр. То есть, допустим, если человек большей частью работает мозгом, у него развита чакра видения, он разговаривает, передаёт эти знания, то дандартха его связана с горловой чакрой. Если, допустим, человек занимается чувствами, в первую очередь, то дандартха связана с одной из этих чакр, которые находятся ниже всего. А, ниже, наоборот. Далее, если человек живёт приземлённой почти животной жизнью, то также сама дандартха связана с его нижней чакрой. Это же понятно, что наше сознание бывает в разных чакрах, и в зависимости от этого используется. И оно ещё может перемещаться между ними? Да, но если мы перемещаемся с чакры в чакру, то это в жизни какой-то конкретный скачок происходит. Допустим, в ведах приводится такой пример, что даже высший мудрец, он пользуется всеми чакрами практически. Так же ж? Угу. То есть пользуется глазной чакрой, чтобы видеть, пользуется горловой, пользуется сердечными, пользуется чакрой живота, чакрой размножения, чакрой защиты. То есть это есть так и реализуется. А высшие чакры? Те, которые... Ну и высшими, конечно. Мы пока разбираем эти, которые находятся в туловище и голове. Ну нет, но я имею в виду вот лобная чакра. Я же говорю, глазной чакрой. А, это глазная чакра. Ну, она изображается в виде глаза, такого большого на весь лоб. Ну да, глазная чакра, а верхняя, роговая? Ну, головная чакра или... То есть даже головная, это в украинском языке получается такая игра слов. Головная, как главное. В украинском головный, это значит главный. И в ведах приводится пример, что вот допустим, как мудрец пользуется всеми чакрами, но у него все чакры используются в соответствии с верхней чакрой. Также, в принципе, какой-то глубочайший невежда грешник тоже пользуется всеми чакрами, но у него все чакры идут в согласовании с нижней чакрой. Понятно как это? Да. То есть там, допустим, думает только о том, как наесться, с кем-то переспать. Хоть тоже думает, тоже высшая мозговая деятельность идет только не в том направлении. Ну так же? Да. Да. Говорит тоже на эту тему, смотрит тоже на эту тему, чувствует тоже на эту тему. Ладно, идем дальше. ДАНДАСВАДАРТХА ДАНДАСВАДАРТХА? СВАДАРТХА Тоже с большого буквы? Опять идет все Д большие, плюс еще С большая. ДАРТХА ДХА Энергоканал, находящийся между ДАНДАРТХАЙ и ОСТАМ. У духовно развивающихся людей и священнослужителей. Значит, ДАНДАСВАДАРТХА – это энергоканал. Энергоканал, находящийся между ДАНДАРТХАЙ и ОСТАМ у духовно развивающихся людей и священнослужителей. Спускается с высших мерностей до славья чакры. Через этот канал боги вещают через пророков. Священнослужители спускаются из высших мерностей до славья чакры. Да, горловой чакры. То есть, поэтому, допустим, какой-то священнослужитель может, допустим, тему и не очень хорошо знать, а так все получится, что если надо будет проповедовать, то боги через него все, что надо, скажут. Или, допустим, помогают найти нужные слова в каких-то ситуациях. Или через пророков вообще непосредственно говорят. Это у мужчин и женщин? Да. Поскольку один раз наши предки победили нагов, то наги подарили часть своего тонкого строения нашим князьям. Они подарили так называемого Кантанага, то есть, энергетического змея, который обвивал шею князей и защищал их еремную впадину от проникновения нечистой силы. А за что они подарили? То есть, в знак уважения? Ну, в знак контрибуции. Побежденная сторона всегда чем-то заплатить должна. Интересно, каким образом? Это только князьям или это князьям? Князьям, но и потомкам княжеских родов. И те, кто потом княжеских родов, у них это может быть активировано? Да, то есть, эта энергетическая змея может быть, но, допустим, если сейчас кто-то кого-то назначил князем или человек сам стал князем как-то, то она у него не завидется все равно, это только генетически передается. Но и генетически она может быть активирована или деактивирована? Нет, ну она есть или нет, то есть передалась или не передалась. Тоже у мужчин и женщин? Да. Как она называется-то? Канта-нага. А, канта-нага? Ну, то есть как змея на еремной впадине. Из большой лука, да? Да. Канта-нага? Да. Но они же назывались наги. Ну, понятно, это да. А вот то, что ты помнишь, говорил на иконе какой-то у Никона, что ли, там, из-за... Ну, да, да. У него не на шее, у него прямо там за шиворота вылазит и такая смотрит на всех, то есть явная змея. А это тонкоматериальная змея, которая просто вместо священных бус обвивает шею чуть-чуть так и закрывает своей головой еремную впадину. А. Но оно не у всех, у Рюриковича, например, этой пакости нету. Вот этой канта-наги? Да. А почему ты считаешь, что это пакость? Ну, как бы, через неё наги, если захотят, смогут воздействовать на князей. А, ну да. Поэтому... А, ну да, 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 в этом смысле... Как бы, они подарили, и тогда оно приносило пользу. Как троянский конь получается. Своеобразный, да, такой интересный. А с другой стороны, она получается... А с другой стороны, неизвестно, то есть если наги будут какие-то высококачественные, как они свои зверюшки, что прикажут делать с нашим князем, неизвестно. Поэтому, как бы, я не очень хотел бы, допустим, ни себе, ни кому-то из своих знакомых такую зверюшку. А, хитрецы, молодцы. А ты на себя смотрел? У тебя есть? Не, у меня её нет. Тоже её тонким зрением можно увидеть, да? Ну да, и у Рюриковича, в принципе, её не было, поэтому... Поэтому наги в заговоре не участвовали. В смысле? Рюриковичей. В каком заговоре? Ну, они же вроде как тоже власть перехватили. Рюрикович? Ну да, или нет? Почему? Русь была раздроблена. Рюриковичи пришли, объединили Русь. Что здесь плохого? С моряков. Ну, с Пруссией, да, пришли. Рюрик до этого там всю жизнь на Балтийском море христиан жёг, которые издевались над славянами. То есть, поэтому они же его и прозвалили Рорик Кровавый. А у него был один интересный ритуал. То есть, описывается, что в 18 лет его духовного учителя заживо поп. И ему это очень стало больно. Когда ему 18 лет было? Да. После этого он принял себе клятву, вернее, не так, вернее, потом он собрал войско и пошёл войной. На то королевство, мелкое, западное, германское, где, значит, это случилось. И, получается, он уничтожил их, и его накидка была полностью запачкана кровью, практически стала такой вишнёвой, тёмно-красного цвета. После этого он взял в себе правило, что каждую свою накидку он будет красить в крови именно попов, которые убивали невинных славян. И, в принципе, поэтому они его и считали язвой христианства, Рориком Кровавым и так дальше. Ну, у них же, если взять их западные летописи, то они его там называют как Рорик Фрисландский, Рорик Ютландский в разных вариантах, потому что он там занимался наведением порядка. И они его называют язва христианства, болезнь христианства, Рорик Кровавый, дьявол и так дальше. То есть они его ненавидели больше, чем Дракулу. А потом, когда он умер, Олегу пришлось воспитывать его сына. И Олег как-то не очень хорошо Игоря воспитал. А Олег это кто его был? Воевода. Один из его, ну как его премьер-министр фактически. И Олег стал регентом Руси, пока рос Игорь. А Игорь очень подло поступил, дважды дань захотел с Искрастана, последней дровицкой старицы. Но они его за это убили просто. А Ольга потом совершила просто ужасное действие по отношению к Искрастану. Подло подожгла это все. Ну, это же в истории ты же это все знаешь. Но через Голубей или не через Голубей все-таки? Да неважно как, она подожгла и сожгла заживо людей. И сожгла нашу последнюю столицу. Мало того, они еще в своих летописях из Искрастана переименовали этот город в Искоростень. То есть заметь, или высшее название Искростан, как место, с которого искры стартуют кра. Или Искоростень. Искоростень? Что она? Практически. Или от этого, или от слова короста, не знаю. Но надругались. И вот на христианских картах это селение подписано именно или как Коростень, или как Искоростень. А какие, допустим, пакости они пишут о древлянах в своих летописах? Да они обо всех нам пакостях пишут. Не только. Допустим, о тех же полянах они меньше пакостей пишут. А о древлянах они самые мерзостные высказывания пишут. Они пишут, что древляне голыми бегали, что они там с женами друг друга спали, что они людей там ели, там младенцами закусывая и так дальше. Что постоянно только матом ругались, и вообще такие дикие все были и ужасные. Христианские попы, которые составляли летописи. При том, что древляне – это прямые потомки дровидов, то есть носители высшей мудрости, высших знаний. А у них что-то осталось в результате древлян? Они рассеялись, они там не все в этом городе жили? Ну, то есть, да, это было целое древлянское княжество. Древляне остались. Древляне – это как значительная часть украинцев, белорусов, отчасти русских и поляков. Идем дальше. Так смотри, как его. Аскольд – это к Рюрику не имеет отношения. Нет, Аскольд, он шел с Крыма, Аскольд вообще сам по себе был сыном воеводы, неизвестно от кого, правда. И его захватили греки в плен. Греки его обучили христианству, обучили греческому письму и отпустили. Он, предъявив свои права, захватил Тавриду, Таврическую Русь. Юг Крыма принадлежал Византийской империи, а центр и север Крыма принадлежал Руси, славянам. А географически это что, север и Крыма? Ну, географически только южное побережье. Вот можно от побережья, там, не знаю, сантиметр провести на карте. То есть самое южное. Да, это Византия. Это даже по картам историческим можно увидеть. Там города вот эти, Херсонес, там некоторые другие. Вот это, значит, Византия. А центр и север, это принадлежало славянам все, и там была Таврида. И как раз эту Тавриду, Таврическую Русь захватил товарищ Аскольд. Он взял письменность, сократил, оставил 58 букв. Навязал людям христианство. Ему было легче, у него рядом Византия. И потом он еще с этой всей пакостью пошел в Киев и пытался в Киеве навязать. Но потом его там убили. Но в Киеве его убили и под Киевом там захоронили. А в Киеве его кто убил там? Славяне его убили. А, то есть... Нет, есть данные, есть там даты, но... Ну, то есть какой-то киевский князь, кто на тот момент? Да, славяне его там убили, захоронили. А кто на тот момент был князем там? Не помню. Ну и получается, что потом христиане, когда все-таки захватили Киев, они его все-таки объявили святым. Аскольдик. Да, они ему поклоняются. Аскольдова могила, это для них свято, это для них прекрасно. Но они вообще могила-поклонники, то есть это у них любимая тема. Ну а как? Не так, хочешь сказать? И что, еще историю чуть-чуть разберем или идем дальше по энергетическим кишкам? Дальше, можно потом это как-то вырезать и отдельно вставить. Хорошо. Ви, ш, твердый знак, кандранадия. Ви, ш, кандранадия? Да, после ш, твердый знак. К, с большой? Нет. Надия с большой? Нет. Слово древнее и в поздних писаниях оно, очевидно, так уже переписывалось с потерей изначальных образов. Ну то есть до меня оно в образной разбивке не дошло. И что, по написанию нельзя, да, понять, что оно означает? Нет, если там все буквицы одинаково написаны, непонятно. То есть, допустим, если раньше слово писалось тремя рунами, например, одна руна Ман, другая руна Ко, третья руна Ра, то понятно, что слово означает. Ну если ведь Манкараев написать даже на современном русском, все равно будет понятно, что Манко и так далее. Ну то есть тут можно как бы по-разному. Допустим, есть имя одного из индейских героев, которого звали Манко Капак. А вдруг там он имеется в виду, а вдруг еще что-то. То есть не совсем понятно, а если Манкс большой, Ко с большой, Ра с большой, то тогда лучше понятно. А здесь как бы все они одинаково. Энергетическая полая полусфера, соответствующая на биологическом плане щитовидной железе и взаимодействующая со славья чакрой. Находящаяся где? Ну, она находится в соответствии со щитовидной железой. То есть на уровне где-то? Ну да. Ну тут как такая штука небольшая. На горле, то есть щитовидной железой и? Энергетическая полая полусфера, соответствующая на биологическом плане щитовидной железе и взаимодействующая со славья чакрой. Славья чакра, горловая чакра. А, со славья чакрой. У женщин почти не развита. То есть присутствует у всех и других. Да. У кого-то меньше воды. У женщин почти не развита. Точно таким же названием называется и канал, идущий от неё. Канал, идущий от этого образования к кора чакре. То есть к верхней головной чакре. А от неё к ясно-чакре. Глазной чакре. К кора чакре и ясно-чакре. К кора чакре. А от кора чакры, идущая к ясно-чакре. А от неё к ясно-чакре и дублирующей нитью, возвращающейся назад. То есть получается, путь этот он прошёл, а потом обратно. После соединения с исходной точкой на полусфере Вишкандранадия, канал Вишкандранадия обвивает славья чакру по экватору и образует сзади неё узел. Ещё раз повтори. Сейчас. После соединения с исходной точкой на полусфере Вишкандранадия, канал Вишкандранадия обвивает славья чакру по экватору и образует сзади неё узел. После этого канал продолжается в виде Су-Сва-Си-И, канала, который идёт в сердечную чакру. То есть это как соединение священных сил, что ли? То есть идёт Су с большой, Сва с большой, Си-И тоже с большой. В общем, слове все Сы большие. Су-Сва-Си-И. Чуть непонятно, а чё она? Значит, она сначала идёт... То есть сначала этот канал идёт от этой полусферы над щитовидной железой в верхнюю чакру. К славе чакры? Стоп, нет, сначала он... К кара чакре? Да, к верхней чакре, потом к глазной чакре. Так, дублируется обратно. Потом обратно сюда. А потом обвивает её там по экватору... Голову. Нет, чакру. Эту... Орловую, орловую. И сзади неё как узлом там заворачивается... Обвивает он что? Обвивает он... Славе чакру. По экватору. Славе чакру. По экватору. И образует сзади неё узел. По экватору и образует сзади узел. После этого канал продолжается в виде сус-ва-си-и. Сус-ва-си-и. С-мягкий знак е-и. Сус-ва-си-и. Точно слово перевести не могу, подозреваю, что что-то в духе соединения священных своих энергий каких-то. Ну, если его разобрать. Анакандранадия. Энергетическая пола, полусфера, находящаяся перед сердечной чакрой и взаимодействующая с ней. Полусфера, находящаяся перед сердечной чакрой? Да. Как сердечная чакра называется? С-раса-чакра. То есть со слов сердца, да? Да. Или в другом варианте с-раса, с-чистота. С-ра, с-чистота? Ну, раса это же как чистота в одном из вариантов. Или то, что исходит из-ра. А перед этим идёт с-э. У нас получается с-раса. А, с-раса-чакра. Да. А в чём разница вариантов тогда? Ну как, в одном варианте с-раса можно возвести к понятию сердца. А, понял. В другом варианте можно возвести к понятию раса. Так, а сердечная чакра находится в этой вот, да, впадине вот здесь? Да. Ну она может, то есть тоже варьироваться её место. Ну приблизительно. То есть это вот... Приблизительно на уровне сердца биологического. Ну в середине. Да. Так, перед с-раса-чакрой на сколько перед? Не указывается. Ну, то есть имейте в виду, что прямо перед ней. Угу. Энергетическая полая полусфера, находящаяся перед с-раса-чакрой, взаимодействующая с ней. У женщин развито очень сильно, у мужчин реже и слабее. Она, видимо, как-то с эмоциями связана. Да.